Сейчас сезон цыплят начался. Какую цену такие малыши? 50 рублей. Крупным планом этих чудесных кур. Вот она красотка. Какую цену у тебя? 150. Друзья, всем привет. Сегодняшнее мое видео будет посвящено обзору моих покупок, сделанных на ярмарке в городе Кропоткин. Сейчас я вам подробно все покажу, расскажу, что видео будет не о канарейках, не о попугаях, а о цыплятах. Потому что в нашем деле птичьим, канарейками занимаемся, попугаями, цыплята очень важны, потому что нам нужны курочки, которые будут нестись хорошие яйца, а эти яички будут кушать наши канарейки и попугайчики. Потому как неоднократно замечено, что магазинные яйца не очень хорошо поедаются канарейками, ну и соответственно попугаями. Хотя попугай есть такое мнение, что он может все съесть, но все равно магазинные яйца хуже. Также магазинные яйца содержат большое количество антибиотиков, могут содержать разные неприятные инфекции, их надо даже варить больше. То есть магазинное яйцо мы варим для канарейки или для попугая в 15 минут, а домашние яички достаточно варить 10 минут, и они имеют более приятный запах, и канарейки их очень хорошо поедают. А канарейки, как мы знаем, это такой индикатор химии, что-то где-то уже не полезное, канарейка сразу начинает хмуриться, болеть. А если продукт чистый, экологический, то и канарейка кушает весело и с аппетитом. Итак, погнали смотреть обзор цыплят. Вот такие вот замечательные цыплятки появились в моем хозяйстве. Значит, по поводу породы. Здесь сборная, значит, куры, которые несли яйца, с которых вылупились эти птенцы. Значит, были породы, там были и доминанты серые, доминанты красные, дымчатые доминанты. Ну, а петух был абсолютно другой породы, какой-то белый, я даже не толком забыл, как порода называется, продавец сказал. В общем, здесь обычные деревенские дворовые цыплята. И самое большое их преимущество этих цыплят, то, что это цыплята без прививочек. На это хочу обратить внимание, потому как вот я ходил по ярмарке, интересовался цыплятами, там тоже хотел приобрести себе доминантов. Мне вот нравятся доминанты, они зарекомендовали в своем хозяйстве себя хорошо, спокойные, никуда не убегают, нигде не лазят. Вот думал приобрести доминантов. А продавец мне говорит, доминанты есть, но будут на следующую выставку, потому что сейчас им сделали прививки. Оказывается, я, честно говоря, особо не в курсе был, что всем цыплятам сейчас в наше время делаются прививки. То есть я не хочу таких кур себе приобретать, чтобы потом это все кушать, непонятно что, они потом болеют, непонятно как лечатся. Я хочу вот как по старинке было, вспомните, наверное, каждый, вернее многие помнят, что вот приедешь к дедушке или бабушке в деревню, там бегают куры по двору везде, по улице бегают, ничем они особо не болели. Я помню разговоры, чем поить курей надо раньше, как поили. Марганцовка и перцовка, там перец закипятят сушеный, пропоят, цыплят курей, и все идеально было, без всяких болезней были куры. Ну и в общем, нашел я на этой ярмарке в Кропоткин, потому что вот человек продавал обычных, ну как бы беспородных, можно так сказать. Вот здесь почти два десятка, это смена моих курочек. Значит так, по приезду я пропоил, вот обычная поилка, видите, да, здесь стоит, сейчас у них водичка, а была у них марганцовка. Примерно дней пять они пили марганцовку. Кормлю я их стартом, комбикорм старт приобрел, думаю, покормлю первое время, но под рукой не было у меня ни пшена, ни кукурузы. Ну и многие начали мне рекомендовать, не надо пшено, не надо кукурузу, якобы на этом хуже будут птицы расти. Ну в общем, две недели они едят этот старт комбикорм, и вот сегодня я намерен намолоть кукурузы, ну и смешаю в равных пропорциях комбикорм, смешаю с кукурузой, и буду переводить их на такую мешанку, а затем полностью переведу на рушеную кукурузу. Хочу избавиться тоже от старта, потому что, ну, в общем, все по классике, все по старинке, хочу попробовать и посмотрим, что из этого получится. Ну, я думаю, получится, все равно получится птица более здоровая, более экологически чистая, потому что, потому что человек, он состоит из того, что он ест. Следовательно, наестся он химозного продукта, а потом будет в очередь записываться в аптеку. Ну, это сугубо мои личные предположения, поэтому я вот хочу поэкспериментировать. Будут здоровые куры, потом, значит, может, все будет хорошо, я надеюсь. Друзья, подписываемся на канал, обязательно ставим лайки, поддерживаем канал. В дальнейшем буду вам делать обзоры, как, что развивается здоровье у моих цыплят. Нарушу кукурузы, посмотрим, как они будут есть. Есть, говорят, что если птица приучена к комбикорму, она плохо будет переходить на зерновой корм, на наш, на комбикорм, допустим, на дерь, у кого как называется. Ну, посмотрим постепенно, все сразу не покажешь, а вот так постепенно, небольшими видеосюжетами будем все это с вами познавать. Значит, находятся они в сетке, видите, такая сетка сделана прямоугольная, там дно из сетки, вон, видно тоже. То есть, у цыплят есть возможность, и они пользуются этой возможностью, с большим аппетитом они поедают траву. Ну, первую неделю, конечно, они не знали, как это естся трава, а сейчас, вот смотрите, вон, видите, клюют вовсю, как положено. И у кого есть газонокосилка, в принципе, она не нужна, потому что цыплята выедают все. Сегодня здесь будет стоять, завтра в другом месте будет стоять, так они всю травку, эту зеленую, будут кушать. А это витамины, полноценное питание, я думаю. Так, а вот еще обратите внимание, тут есть два цыпленка лохмоногих, красавчики. Вот, видите, какой? Вот он. Все спрятался, не видно. Два цыпленка лохмоногих получилось. Сколько курочек, сколько петушков, пока точно сказать не могу, потому что в этом я еще не мастер. Но по гребешкам, мне кажется, тут петушков штук пять, наверное, будет. Вот такое вот у меня пополнение. Вот на свежем воздухе, на зеленой траве растут мои цыплята. Все, друзья, всем пока, спасибо за внимание, продолжение следует, подписываемся на канал и обязательно ставим лайки. У кого-то есть вопросы, можете всегда написать комментарий, с удовольствием отвечу.